Юридическая наука Юридическая наука Мы с вами рассмотрим несколько основных, такие как гражданско-правовую ответственность, материальную юридическую ответственность, дисциплинарную юридическую ответственность, административную и, безусловно, уголовную. Начнем с гражданско-правовой ответственности. В данном случае гражданская сфера, в которой мы с вами все участвуем, занимает основную часть нашей общественной жизни. Именно поэтому данный вид юридической ответственности очень важен для нас и достаточно часто наши правоохранительные органы, судебные органы прибегают к данной терминологии. Что такое гражданско-правовая ответственность? Это вид юридической ответственности, представляющий собой способ принудительного воздействия на нарушителей гражданских прав, который, как правило, выражается во временительные обязанности имущественного характера с целью восстановления потерпевшего своих правов. В данном случае мы имеем такую возможность увидеть особенность гражданско-правовой ответственности, а именно имущественная ответственность перед кредитором. Почему перед кредитором может возникнуть вопрос? Дело в том, что, как правило, гражданско-правовая ответственность у нас вытекает из договорных обязательств. В данном случае, как правило, это ответственность перед кредитором, а не перед государством. Кроме того, санкции, которые применяются в рамках гражданско-правовой ответственности, также у нас устанавливаются не только законодательством, а также и договорными отношениями, которые прописаны в договорах, заключающихся в рамках гражданско-правовой деятельности. Основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности является неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договорам одной из сторон. И, кроме того, если мы говорим, что это является основанием, мы также подразумеваем, что гражданско-правовая ответственность может быть двух видов, а именно договорная и внедоговорная. Говоря о договорной гражданско-правовой ответственности, мы понимаем, что она наступает для участников договорных отношений в случае, если одна из сторон не исполняет свои обязательства в должной мере. Ну, например, у нас существует договор поставки товара, сторона поставщик поставила товар своевременно и в полном объеме, а сторона получатель не оплатила этот товар своевременно и в полном объеме. В данном случае получатель является стороной правонарушителем, которая нарушила условия договора, и на него будет налагаться договорная гражданско-правовая ответственность. Если мы с вами говорим о внедоговорной гражданско-правовой ответственности, то она наступает при причинении вреда здоровью граждан, а также нанесении имущественного вреда как гражданину, так и государству в целом. В качестве примера мы можем с вами назвать причинение вреда в результате дорожно-транспортного происшествия. Главным условием привлечения лица к гражданско-правовой юридической ответственности является его виновность. И здесь хотелось бы обратить ваше внимание на одну особенность. Гражданское право, в отличие от уголовного права, презюмирует, то есть предполагает виновность нарушителя. И из предположения виновности следует, что освобождение от ответственности нарушитель должен доказать сам свою невиновность. И независимо от возмещения материального вреда, потерпевшая сторона, которая получила физические и нравственные страдания, может потребовать и возмещения морального вреда. Моральный вред обязательно оценивается в денежной форме, но размер морального вреда устанавливается в судебном заседании. Очередной вид ответственности, которую мы с вами рассмотрим, это материальная ответственность. Это также вид юридической ответственности, состоящей в обязанности в одной из сторон трудового договора возместить в соответствии с законодательством материальный ущерб, причиненный другой стороне трудового договора. И здесь мы рассмотрим два вида материальной ответственности. То есть это материальная ответственность работника перед своим работодателем. И второй вид – это материальная ответственность работодателя перед работником. Исходя из этих разновидностей, мы понимаем, работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу работодателя. А работодатель, в свою очередь, несет материальную ответственность за ущерб, причиненный работнику, в связи с противоправным лишением его возможности работать, получает заработную плату и в соответствии с этим нарушаются нормы трудового договора и трудового законодательства в целом. Также трудовым кодексом предусмотрены случаи, когда работодатель обязан оплатить работнику также и моральный вред. Следующим видом юридической ответственности является дисциплинарная ответственность, которая представляет собой вид юридической ответственности, наступающих за совершение дисциплинарных проступков. Дисциплинарная ответственность выражается в том, что работник по своей воле, не исполняющий трудовые правила поведения, заключенные в трудовом договоре и в правилах внутреннего трудового распорядка, тем самым нарушает трудовое законодательство. И дисциплинарная ответственность является одной из правовых форм воздействия на нарушителя трудовой дисциплины. Кроме того, дисциплинарная ответственность может быть наложена на любого работника, независимо от того, в предприятии и организации какой организационно-правовой формы он работает. Применяемые меры дисциплинарных взысканий очень строго установлены трудовым законодательством и не могут быть расширены работодателем, либо как-то изменены. В трудовом кодексе четко прописаны виды дисциплинарных взысканий, а именно предупреждение, выговор и увольнение по соответствующим статьям трудового кодекса. Но здесь в обязательном порядке работодатель должен учитывать, во-первых, тяжесть совершенного проступка, во-вторых, обстоятельства, при которых этот проступок был совершен, а также предшествующая работа работника и, безусловно, его поведение в предшествующее время. И еще один очень важный момент. Нужно помнить, что дисциплинарная ответственность может налагаться на работника за один дисциплинарный проступок только один раз. Очередным видом ответственности, о котором мы с вами побеседуем, является административная ответственность. Административная ответственность представляет собой вид ответственности, которая наступает за административные правонарушения или, по-другому, за административные проступки. При этом существует очень характерный признак административной ответственности. Она наступает независимо от того, будут ли в результате совершения административного правонарушения вредные последствия для общества в целом или для отдельных граждан. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда водитель транспортного средства, движущийся по дороге, не обращая внимания на красный сигнал светофора, продолжает движение. В данном случае водитель является правонарушителем в сфере административного законодательства, независимо от того, были ли нанесены вредные последствия. То есть он переехал на красный сигнал светофора с наездом на пешеходов или без данного наезда. В данном случае факт является основанием привлечения данного водителя к административной ответственности. Меры административной ответственности к правонарушителям применяются специальными государственными органами или уполномоченными лицами. Кроме того, они, как правило, применяются вне судебной процедуры. Система административных взысканий у нас закреплена в нормативно-правовом акте под названием «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации». И включает эти меры в себя следующие элементы. Во-первых, это предупреждение. Затем по значимости идет штраф. Также может быть применено возмездное изъятие предмета, явившееся орудием совершения, или непосредственным объектом правонарушения. Также может быть применено лишение специального права, предоставленного гражданину. Безусловно, могут быть применены исправительные работы. И, как апофеоз административной меры наказания, может быть применен административный арест. Особо нужно отметить, что применение административного взыскания не влечет за собой судимости для правонарушителя. Но и в итоге рассмотрения видов юридической ответственности особое внимание хотелось бы уделить такому виду ответственности, как уголовной ответственности. Данный вид ответственности налагается судом на лицо, совершившего преступление. Перефразируя эту ситуацию, можно говорить о том, что государство в лице своих судебных органов дает оценку совершенного преступления и применяет к ним меру негативного поведения. Уголовная ответственность у нас наступает с момента совершения данного преступления и заканчивается в момент отбытия преступником срока наказания либо в силу какого-либо акта. Либо акта амнистии, либо акта помилования. Хотелось бы особенно отметить, что когда мы с вами говорим об уголовной ответственности, мы сразу же вспоминаем о таком понятии, как презумпция невиновности. В уголовном законе Российской Федерации прописано, что любое лицо, совершившего преступление, подлежит уголовной ответственности, независимо от своего статуса, от социального положения, от имущественного положения, от расовой и национальной принадлежности и от других обстоятельств. Однако, до тех пор, пока вина обвиняемого, либо подсудимого не доказана, данное лицо считается невиновным. В нашем основном законе, а именно в Конституции Российской Федерации, в части 1 ст. 49 прописано, «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законном порядке и установлена вступившим в силу приговором суда». Такое предположение мы и будем называть презумпцией невиновности. Ну и хотелось бы напомнить несколько исторических сведений. Дело в том, что такое словосочетание, как презумпция невиновности, впервые мы могли бы с вами встретить в Декларации прав человека и гражданина, принятой в 1789 году после победы Великой Французской революции. И в данном случае этот принцип стал одним из главных принципов не только во Франции, но и в других государствах мира. Из презумпции невиновности мы тогда можем сделать следующие выводы. «Любое сомнение, которое невозможно устранить в рамках следствия, у нас должно трактоваться в пользу подсудимого или в пользу обвиняемого, и что недоказанность лица является его доказанной невиновностью». Безусловно, в судебном разбирательстве и в следственных мероприятиях можно опровергнуть презумпцию невиновности, но это должно происходить при наличии достаточных судебных доказательств. И самый основной момент презумпции невиновности лежит на том, что обременение, добывание данных доказательств лежит на органах обвинения. Сам подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. Кроме того, если мы с вами рассматриваем виды юридической ответственности и основания привлечения к юридической ответственности, то мы не можем упустить такой момент, как существование обстоятельств, исключающих юридическую ответственность. А в законодательстве Российской Федерации такие обстоятельства присутствуют. Одним из основных обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, является необходимая оборона. Это обстоятельство в судебной практике встречается достаточно часто. И заключается оно в самостоятельной защите лицом своей жизни, а также своих прав и свобод. Кроме того, это может быть защита жизни других лиц и прав и свобод других лиц. Однако нужно понимать, что действия, которые совершает гражданин в состоянии необходимой обороны, не должны превышать ее пределы. В противном случае, деяние данного гражданина может быть квалифицировано как правонарушение. Существует еще одно обстоятельство, исключающее привлечение к юридической ответственности. Такое обстоятельство, как крайняя необходимость. Данное обстоятельство характерно юридической казуистикой, потому что само по себе звучит не очень обычно. Крайняя необходимость представляет собой сознательное причинение вреда правоохраняемым интересам с целью предотвращения еще большего вреда. И в данном случае действия, осуществляемые в соответствии крайней необходимости, признаются обществом полезными. Только в том случае, если будет доказано, что лишь совершение данных действий остановило возможность создания или возникновения еще большего вреда для общества и для граждан в конкретном случае. Следующим обстоятельством, которое исключает привлечение к юридической ответственности, это невменяемость. То есть неспособность лица, понимание того факта, что он выполняет, какие действия он совершает и какие последствия за совершение своих действий могут быть. Невменяемость у нас устанавливается исключительно в результате медицинской экспертизы. На результаты данной экспертизы может опираться суд в судебном заседании и на основании результатов этой экспертизы он может вынести решение о невменяемости данного гражданина и признании его недееспособным. Но о недееспособные граждане у нас не несут юридической ответственности перед обществом и государством. Однако существуют такие моменты, когда недееспособные граждане предоставляют особую общественную опасность. Так как они не несут юридической ответственности, они не могут быть наказаны. Но при этом им может быть назначено принудительное медицинское лечение в специальных стационарных медицинских учреждениях. Когда мы говорим о невменяемости граждан, нужно понимать, что существует такое понятие, когда люди совершают правонарушение в результате нахождения в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотическими или же другими одурманивающими веществами. Ни в коем случае не нужно путать данное состояние с состоянием невменяемости. Данное состояние будет квалифицироваться как преступление и является усугубляющим фактором при привлечении к юридической ответственности. Еще один фактор, который исключает привлечение гражданина к юридической ответственности, это тот фактор, когда гражданин задерживает лицо, совершившего правонарушение. Задержание такого лица является иногда моральной обязанностью гражданина. При этом четко нужно понимать, что лицо, задержавшее правонарушителя, не должно превышать действий, повлекших за собой нанесение серьезного вреда жизни и здоровью правонарушителя. В противном случае данные действия будут расценены как правонарушение. И к самому задержавшему может быть предъявлена мера ответственности. А в заключении хотелось бы сказать, что в нашем обществе существует ряд категорий граждан, которые в силу выполнения своей трудовой деятельности обязаны нарушать некоторые правовые нормы. И это связано с выполнением этими гражданами приказа либо норм устава. В данном случае данные субъекты права освобождаются от юридической ответственности. За весь вред, который данные граждане причиняют потерпевшей стороне, несет ответственность лицо, отдавшее данный приказ и распоряжение. Как правило, в данном случае речь идет о сотрудниках силовых структур, таких как сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайной ситуации и так далее. И безусловно, нужно понимать, что такой приказ должен быть выдан в установленном законном форме либо в установленном уставом форме. И здесь есть одно исключение. Если лицо, получившее данный приказ, понимает противозаконность данного приказа, то ответственность за совершение данных действий ложится на это лицо. В результате нашей встречи хотелось бы напомнить, что сегодня мы более глубоко погрузились в такое понятие, как юридическое ответственности. Мы познакомились с основными видами юридической ответственности. Мы познакомились с таким понятием юридической ценности, как презумпция невиновности. И, безусловно, определили ряд случаев и факторов, которые позволяют гражданину исключить привлечение в юридическое ответственности. Спасибо.